В соцсети главы региона Михаила Дегтярева поступает множество жалоб на отсутствие в аптеках антиковидных лекарств. В Рио губернатор решил провести рейд по аптекам Краевого центра. Подробности в следующем сюжете. Как у вас с лекарствами? Жаропонижающие меня интересуют, противовирусные и антибиотики. Ну, антибиотики, с антибиотиками не все есть. Глава региона Михаил Дегтярев прошел по аптекам Хабаровска. Поводом для этого стало большое количество жалоб на отсутствие лекарств, назначаемых при коронавирусе, ОРВИ и их осложнениях. Как в государственных, так и в частных аптеках в Рио губернатора не обнаружил полного комплекта антиковидных препаратов. Есть два основных антибиотика, которые используются в лечении бактериальных осложнений пневмонии. По макролидам это кларитромицин, азитромицин. Все назначают доктора сейчас азитромицин. Азитромицина де-факто нет, и он в середине ноября только будет поступать. Из фторхиналонов у нас есть леофлоксоцид. Он базово полностью везде присутствует. И производится на Дальхимфарме. Часто назначаемый препарат при ковиде – азитромицин, антибиотик широкого спектра действия. В последнее время его нет ни в одной аптеке города. Дальхимфарм сейчас в розничную сеть его не поставляет. Азитромицин они ожидают только в начале декабря. Только в начале декабря, да? Нет, они начнут только его нарабатывать. Сейчас на данный момент. Евгений Ильич, какие нам надо спросить? Скажите, а азитромицин можно чем-то заменить? Например, ковиде тромицином. Он у вас есть? Это одна группа. Можно заменить. Стараемся, у поставщиков заказываем. Скажите, он у вас есть ковиде тромицин? Нет. Собрать всех руководителей аптечных сетей завтра и понять, что со снабжением и чем мы можем помочь. Хорошо завтра будут. Ну, потому что это не годится. Краевому Минздраву Михаил Дегтярев поставил задачу ускорить обеспечение амбулаторных больных бесплатными лекарствами от коронавируса. На это федеральный бюджет уже выделил средства. Если человек амбулаторно у нас лечится, он за свои деньги получает? Для пациентов, которые получают амбулаторное лечение, правительством выделены сейчас 49 миллионов рублей. Сейчас он будет получать препараты. Вот ту квоту, которую нам выдали, мы в конце этой недели уже начнем выдавать препараты. Самые большие сложности с лекарствами возникают в районах, куда не хотят заходить частные компании из-за отсутствия стабильного спроса. Однако государственное предприятие «Фармацея» присутствует далеко не во всех населенных пунктах. Евгений Александрович, а без государственной системы мы исправим все это? Нет. То есть из-за огромной территории? Дело в том, что коммерческам неоднократно предлагалось открыть любые пункты и на северах, и где угодно. Но коммерческие компании не идут на север, не идут в удаленные районы. Сейчас Краевой Минздрав разрабатывает стратегию развития сети «Фармацея» по всему краю. Аптечные пункты будут открываться в больницах и поликлиниках. Виктория Зыкова, Смотри Хабаровск. Напоминаем, что даже антибиотики, даже при их наличии в аптеке, купить возможно только по рецепту врача.